Вот вам вопросы. Ознакомьтесь с ними, подготовьтесь к тестированию. К какому это еще тестированию? В психологическом. Будем проверять вас на стрессоустойчивость. А зачем это нам тестирование? А что, считаете, вам этого не нужно? Конечно, не нужно! А кто это на прошлой неделе возле фонтана драку устроил? Они первые начали. А мы защищались. Замучили нас своими вопросами. Они по телеку покажут, ой, а что это за кнопочка? Вот мы и не сдержались. А говорите, вам не нужно тестирование. Между прочим, проводить его будет известный специалист. К его мнению прислушивается здесь многие руководители известных телекомпаний. Да, жестко ты с ними. А где ты специалистов возьмешь? Не знаю. Подумаю. Субтитры сделал DimaTorzok Саша, давай рассказывай, что там было. Прямо как на допросе, софиты светят ярко в глаза, вокруг кромешная тьма. Ага, и мертвые с косами стоят. Смеетесь, смеетесь. Все, больше ничего не буду рассказывать. Саша, постой, ну расскажи, что там было в конце. Интересно же. Меня на соцопрос позвали. Ну за что? Ну почему? Ну что я сделал? Самый долгожданный день в году – это 1 июня. В этот день начинается лето. Любимое время года многих детей. И что же его так любят? Узнаем сейчас. Я люблю лето за то, что можно есть много морозного и купаться в речке. И там песочек можно потрогать. А зимой там все нельзя. Можно даже вот майки очень короткие носить. Мне это очень нравится. Ну я люблю лето, потому что 19 июля у меня с мамой в один день день рождения. Летом можно купаться на море и день длиннее ночи. Поэтому я очень люблю лето. Ну лето есть один минус – очень жарко. Ну я еще люблю лето, потому что не надо ходить в школу. Можно купаться, можно загорать. Мне нужно будет делать домашние задания. Летом есть много фруктов и свежих ягод. Все. А мое любимое время года – это зима. Но это для другого опроса. Саша Новичков специально для «Все по взрослому». Можно? Входите. Присаживайтесь. Фамилия, имя, возраст. Гемранова Яна, 13 лет. Скажите, а можно? Вопросы здесь задаю я. Хорошо, хорошо. Расскажи мне о сюжете, на котором ты была. Значит так. Я была в Чистяковской роще. Там проводили квест. Там росли деревья, бегали белочки, ежики. Еще дети бегали по всяким пунктам и искали… Смотри прямо в камеру. А, вот оно. Вот. И чтобы найти эти подсказки, им нужно было пройти задание. Вот. А остальное увидите в эфире. Сенсация! В Краснодарской роще зарыт клад. И пираты, которые стоят за моей спиной, попробуют сегодня его найти. Посмотрим, получится это у них или нет. Организаторы квеста «Пиратские сокровища» подготовили непростые задачки, разгадать которые под силу только настоящим пиратам. А как ты считаешь, каким должен быть настоящий пират? Храбрым, отважным. Ничего не бояться, а преодолевать все преграды на своем пути. Он должен любить море и приключения. У него должна быть повязка на глазу и деревянная нога. Искать записки с подсказками – занятие увлекательное. Но перед нами стояла важная задача. Медлить было нельзя. Катя, ты капитан команды. И расскажи, как ты будешь вести своих пиратов к кладу? Во-первых, мы будем держаться все вместе, потому что я уверена, что победит команда, которая держалась вместе. Мы будем быстрее, будем проявлять смекалку. Поможет, не знаю, ловкость, быстрость, потому что всегда приходит первым только одна команда. Соревновательный момент есть всегда, и он очень мотивирует. Мы изо всех сил старались быть первыми. Капитан команды указывала нам верные ориентиры. Поднять скорее парусы. Капитан команды указывает на пират. Вот, нам туда. Мы были хитрыми и ловкими пиратами. Это помогло нам находить выход из любой ситуации. Мы получили очередное задание. Нам нужно пролезть через эту паутину и не зацепить ее. Тут есть самый легкий путь. Хорошо. Медузу лопни и прости, межстроп, куда сегодня дует ветерок. Мы верили в свои силы и нашли сейф. Здесь нас ждало финальное, самое сложное испытание. Мы сейчас пробуем открыть сейф. Когда-то умер снова человек. Это рано, он умер. Несколько попыток, и сейф открыт. Клад наш. Это не монеты из золота, а кое-что повкуснее. Клад найден, и он начнет съедет. Эгегей! Здесь кто-нибудь есть? Ключи свет! Пожалуйста, кто-нибудь! Я боюсь темноты! Ключи свет! Пожалуйста! Пожалуйста, ключи свет! Возьми себя в руки! Соберись! Сядь за стол! Сейчас я только сделаю, да. Перед вами тексты выпуска новостей. Готовьтесь! Три, два, один. Я готова! Поехали! Здравствуйте! В эфире новости. В студии Арина Гаврилец. Сегодня в выпуске. Весело используя ученики медиалагеря, посетили необычный парк. На природу всей семьей. Для этого даже за город ехать не нужно. Джоуль парк. Музей науки и экспериментов, в котором невозможно заскучать. Наш корреспондент изучал законы природы. Разгар лета, каникулы, многие дети отдыхают. А мы приехали в Джоуль парк. В музее чудес целых семь залов с интерактивными, водными, музыкальными и световыми экспонатами. Комната научной гравитации, перевернутая комната, иллюзии и огромный зеркальный лабиринт. За один раз все не изучить. Джоуль парк – это интерактивная площадка. Здесь множество экспонатов, которые показывают наглядно законы физики, механики, термодинамики, геометрии, высшей математики и всего. И это можно и потрогать, и понажимать. Везде все видно. Итак, сейчас через вас проходит ток, потому что вы являетесь, вообще любой человек является проводником электрического тока. Из-за содержания в организме кислот, челочей и металлов, которые проводят ток. Джоуль парк – это такое увлекательное место, где будет интересно как взрослым, так и детям. Сейчас мы подошли к экспонату, который называется экспонат Бернули. Действует он следующим образом. Из шара выходят потоки воздуха. Шар поднимается вверх. Но если мы повернем шар более чем на 40 градусов, мы увидим следующее. Он просто упадет. А все это из-за чего? Из-за притяжения Земли. В музее мы узнали много нового. Почему шестеренка называется шестеренкой? Как действует эффект магнитного поля и закон сохранения энергии? И почему модель вечного двигателя оказалась нежизнеспособной? Это, ребята, маятник максимум. Маятник максимум. Я запасаю маятник потенциальной энергией. То есть накручиваю веревку. Отпускаю маятник. Энергия переходит в кинетическую. Потом обратно в потенциальную. И так до бесконечности будет? Нет. Почему? Силы трениров. Теперь веревки трутся об ось, замедляя ее. Вся ось трется об ось, он тоже замедляет. И снизу еще сила притяжения Земли его притягивает. Джоуль Парк помогает познакомиться детям с природными явлениями и понять, что наука — это не скучно. Мне понравился Джоуль Парк. Физика — это действительно круто. Ребята, советую вам посетить это увлекательное место. В одном из парков Краснодара прошел пикник. Наша съемочная группа тоже побывала там. Четвертый раз в роще проходит семейный пикник. Это время и место развлечений для всей семьи. Мы тоже решили принять участие. Сейчас расскажем вам, было ли здесь круто. Для гостей парка работали аниматоры, точки аквагрима, детские мастер-классы и шоу мыльных пузырей. Больше всего празднику радовались мы, дети. Рисовали мелом на асфальте, бегали по траве и участвовали в эстафетах. Тогда на славу, руки, магия, марш! В роще в этот день было чем заняться даже самым маленьким. Здесь сенсорные коробки из шариков гидрогеля. Это специальный гель, который набухает от воды, становится мягким, объемным, очень приятным для детей и тянет их просто как магнит. Он разноцветный и хорошо развивает сенсорные ощущения для маленьких детей. Гости праздника проводили время не только с удовольствием, но и с пользой. Например, развивали воображение и моторику рук на площадке рисования. Сегодня эта площадка разбита на несколько зон. Это сборческая, а это спортивная. Сегодня здесь будут проходить соревнования на велосипедах, а сейчас здесь будут проходить квесты, семейные квесты. Пойдемте посмотрим. Ксюша со своей семьей тоже приняла участие в квесте. Им, как и другим участникам, предстояло максимально быстро выполнить задания. Мы отлично проводили время и старались получить как можно больше положительных эмоций. Пока Ксюша проходит семейный квест, я отправлюсь на спортивную площадку. Влада Матимовна специально для «Всё по-взрослому». Здравствуйте! В эфире новости. В студии Арина Гаврилец. Сегодня в выпуске. Спасибо, Арина. Вы справились с задачей. Можете идти. Фу, кто здесь? Катя, это ты. О, кто это? Арина? В студии? Пишет новости? Ну, да. А, так ты и есть известнейший психолог. Только никому не говори. Ну и как результаты теста? А ты знаешь, все справились на пять. Это меня радует. Хорошо, что я его не проходила. А то бы я тебе устроила.